Добрый вечер! В эфире итоговая программа «Неделя в Тагиле» в студии Алла Кузнецова. Здравствуйте! И Сергей Копылов. И настало время узнать о главных событиях пятницы и уходящей рабочей недели. По традиции в начале главные темы выпуска. Главное событие пятницы. Проект по застройке пустующих территорий Нижнего Тагила сдвинулся с мертвой точки. Кто будет строить новые микрорайоны в городе и где они появятся? Тема недели. Коммунальные войны. Управляющие компании воруют деньги у жителей. Три уголовных дела возбуждены против тагильских УК. Как остановить коммунальный беспредел? Отечественной анимации «100 лет» фестиваль «Мультарт» расскажет, как изменились ежик в тумане и Винни-Пух. Прямая речь. Повышение ставок, земельного налога и программа «Тысяча дворов». Тема итогового интервью с Сергеем Носовым. Начинаем программу с главного события пятницы. Проект по застройке пустующих территорий Нижнего Тагила сдвинулся с мертвой точки. Посмотреть земли города. Сегодня прибыли гости из уральской столицы. Именно они будут строить новые микрорайоны в Тагиле. Напомним, на прошлой неделе тагильские чиновники побывали в новом районе Екатеринбурга, Академическом. Это микрорайон 21 века. Экологически безопасный, энергосберегающий, уникальный дизайн. Где появятся аналоги столичного квартала в нашем городе? И каким образом благодаря им изменится инфраструктура города? Елена Терехова расскажет. Сейчас пустующие земли города-завода. В скором будущем жилые районы, которые можно встретить лишь в крупных городах России. Муринские пруды, поселок Зональный и Корабельный мыс по планам должны в точности повторить район Академический, что находится в городе Екатеринбург. Многоэтажные дома, построенные по высоким технологиям, школы, больницы, все виды транспортных сетей и все это на территории района. В уральской столице еще недостроенный Академический уже окрестили городом в городе. По своим масштабам он смог бы гостеприимно принять и обеспечить практически весь Нижний Тагил жильем. Академический раскинется на 13 миллионов квадратных метров, где будут жить 325 тысяч екатеринбуржцев. И как раз вот примыкает в ней, вот если пойдем влево, площадка Александровская. Примерить район Екатеринбурга на земли Тагила приехала компания, что занимается строительством самого масштабного проекта в России. Прибыли по приглашению руководства области и лично по просьбе Сергея Носова. Экскурсию администрация города гостям устроила сразу по трём точкам. Муринские пруды, поселок Зональный и Корабельный мыс. Именно здесь считает главный архитектор города и должны раскинуться дети академического. Строители, кажется, не против. Мне кажется, что в Тагиле должно быть начато масштабное строительство жилья. Нового уровня, не очень дорогого, но комфортного для жизни. Самое главное, чтобы у людей в головах, в первую очередь, у актива города, актива города, вот созрел такое мнение, мы должны жить лучше. Развитие этих территорий выбрали не случайно. Именно они, по мнению архитектора, должны соединить отсечённые промышленными точками районы. Благодаря заселению пустующих территорий соединятся вагонка и гальянка и больше не будут считаться окраинами. Но есть и проблемы. Корабельный мыс совсем не освоен, не снабжён ни коммуникациями, ни сетями. Но тем не менее, на нём мэр ставит акцент. Этот район, именно с точки зрения второй берег, он не чистый получается, не от самых чистых. И в этом плане, если хотите, не загажено. Но вагонке очень интересен. С точки зрения моста, это уже отдельный разговор, понятно, с кем. Но тем более старатели. В следующий раз, допустим, через два-три с ним можно было этот вопрос закончить уже окончательно. Помимо корабельного мыса, есть проблемы и с другими землями. Площадка Александровская страдает отсутствием соцкульптуры. Причём страдает настолько, что, наверное, в пору причать караул. Площадки, которые наиболее освоены, это вот южная часть, так называемый второй-третий микрорайон Муринских прудов. Второй-третий, это в сумме примерно 75 гектаров. Но проблемы подрядчиков не пугают. Уже в ближайшем будущем начнётся работа над строительством районов. Первым делом Сергей Носов пообещал собрать всю необходимую информацию к середине декабря в обмен на цену, которую в результате должны просчитать подрядчики к Старому Новому году. Директор компании поделился. От идеи до заселения пройдёт около шести лет. И, несмотря на столичный уровень будущего жилья, обещает, цены кусаться не будут. Елена Терехова, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». «Водитель, ты же родитель» с такими лозунгами сегодня вышли на улицы города ученики школ Ленинского района. Это были юные инспекторы отрядов дорожного движения. Мини-пикеты школьников приурочены ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, к чему призывали юные пешеходы и автомобилистов. Анна Кизилова узнала. «Не гоните водителей, вы же тоже родители». Снижай скорость перед пешеходным переходом, смотри по сторонам, не задави ребёнка. Плакаты и кричалки – как знак на то, чтобы автомобилисты на детей обратили внимание. Листовки для взрослых – напоминание о правилах дорожного движения. Каждый агитационный флайер индивидуальный. «Мы нарисовали рисунки, чтобы пешеходы смотрели на эти рисунки и думали, как надо проходить через пешеходный переход». «Плакаты мы нарисовали своими руками и вот пришли сюда показать». Акция приурочена ко Всемирному дню памяти жертв ДТП и проходит накануне другой даты Всемирного дня матери. «Это очень серьёзный повод обратиться к общечеловеческим ценностям, самая высокая из которых – это человеческая жизнь. Дети не должны оставаться без родителей, а матери не должны оплакивать детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях». Подобные мини-пикеты прошли сегодня в центральной части города, на улицах Космонавтов, Фрунзе, Газетной, проспектах Ленина и Мира, Черноисточинском шоссе. Анна Кизилова, Игорь Харьков, Сергей Иванов. Специально для программы «Неделя в Тагиле». И в продолжение темы. В России отменили доверенности на право управления автомобилями. А российское правительство сделало необязательным предъявление доверенности в качестве документа, подтверждающего право водителя на управление транспортным средством. Российская газета опубликовала постановление Кабмина, которое вносит поправки в правила дорожного движения. Поправки вступят в силу уже с завтрашнего дня. Постановление открывает автомобилистам возможность для свободной передачи руля. Вскоре для подтверждения своего права на автомобиль водитель должен будет иметь при себе права, свидетельство о регистрации автомобиля и полис ОСАГО. К другим темам программы. Быть матерью не так просто, а матерью ребенка с серьезными проблемами со здоровьем тем более. Им ежедневно приходится бороться с недугом своих детей. И сегодня в благодарность малыши поздравили мам с наступающим праздником – Днем матери. В 16-й коллекционной школе побывала наша съемочная группа. Как поздравляли там и как готовиться к празднику в городе. Далее. Этих женщин поистине можно назвать матерями-героинями. И ежедневно они борются с недугом, не своим, детей. У Ларисы 13-летняя дочка Алена. При рождении ей поставили страшный диагноз – ДЦП. Эта новость, конечно, потрясла, но девушка не растерялась. Ведь вместе рассказывает, никакой недуг не страшен. Каждому человеку донос свое. Если мне это донос, значит, это моя судьба. И мы живем и радуемся. То, что есть, мы воспринимаем это с гордостью. Бороться с недугом девочки и ее маме помогают педагоги 16-й коррекционной школы. Здесь учатся ребята с ограниченными возможностями здоровья, разной тяжести. Все родители приходят за советом. Мы им помогаем, чем только можем. Всякими советами, даже в жизненном плане. Помогают не только советом, но и, как сегодня, праздником. К Дню матери педагоги и учащийся подготовили для женщин песни, стихи, танцы и конкурсы. Что ей до земли, я добраться хочу. Я здесь, я приеду, я ей закричу. Я маме своей закричу. Поздравляли мам сегодня не только в 16-й коррекционной школе. Например, в ГДТЮ организовали праздник, где присутствовали матери участников боевых действий, многодетные семьи и мамы, воспитывающие приемных и опекаемых детей, а также участницы конкурса «Родительский подвиг». Самое дорогое, по-моему, у любого человека, что есть, это, наверное, все-таки мама. И в каком бы возрасте ни был человек, для своей мамы всегда остается ребенка. Поэтому мне бы хотелось пожелать мамам, чтобы они жили как можно дольше. Потому что чем дольше живет мама, соответственно, тем дольше живут ее дети. Ольга Шульга, Павел Охотников, Егор Игошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Голоса мировым звездам на зависть. Кузница певческих кадров Тагила повзрослела еще на один год. Эстрадное отделение училища искусств празднует юбилей. Пять лет голосами юных сирен насладились и наши корреспонденты. Маэстро вокала и музыкального мира на сцене завораживают публику. Виртуозы не только сферы искусства. Преподавание. Вот уже пять лет растят в стенах училища эстрадников высокого класса. Самое яркое отделение во всем училище. Мы всегда живем, у нас всегда все закручено, очень яркая жизнь. Нет такого дня, чтобы мы сидели просто на парах и ничем не занимались. Свою яркость не утратили и сегодня. В общий праздник все умения, которые приобрели с годами обучения, испытывают мюзиклом. Подключили к так называемому экзамену и студентов других отделений. В правильном месте сошлись пути нужных людей. Так директор называет момент рождения факультета. Тогда произошла встреча Светланы Кашиной и бывшего директора Натальи Кропотовой. Они стали инициаторами появления нового направления училища. Наше образование, надо сказать, держится на личностях. Вот есть в городе пианист, есть в городе велончелистка, и есть у нас студенты по этим специальностям. А сейчас у нас очень яркие студенты эстрадного отделения. И вокруг Светланы Кашиной сплотилась уже такая очень креативная команда. Отделение, несмотря на юный возраст, уже успело пожать плоды работ. Вот выпустила высокий мир музыки своих первых выпускников. Показатель успеха факультета на сегодняшний день, считают музыканты, очевиден. В училище он самый желанный для абитуриентов. Елена Терехова, Вадим Исков, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Жил-был пес, ежик в тумане, Винни-пух отечественному анимационному кино исполняется 100 лет. К юбилейной дате в клубе «Киногурман» фестиваль «Мультарт» на большом экране показывают творчество современных художников-мультипликаторов. А изменилось ли отечественное рисованное кино, узнала Ольга Шульга. Будь то только что ожившие картинки нарисованы карандашом. На экране отечественные мультфильмы 21 века. Психологически, с глубоким смыслом. Посмотреть их сегодня пришли не дети. В зале тагильские киноманы собрались, чтобы оценить современных кинематограф и сравнить с зарубежным. Я вот как мама, у меня у самого ребенка. Я думаю, что наши советские мультфильмы, если вспоминать свое детство, они как-то все-таки более добрее. А зарубежные мультфильмы, они, наверное, более жесткие. Я думаю, что более жесткие даже современные зарубежные мультики. Они как-то порождают агрессию. Это не первый показ анимационных фильмов в клубе «Киногурман». Ежегодно здесь проходит фестиваль «Мультарт». Показывают развитие отечественной мультипликации, проводят тематические показы. Всегда стараются придумать что-то новое. Также и в этот раз показ необычный, приурочен к юбилейной дате. В этом году 100 лет исполняется российскому анимационному кино. Мы решили познакомить наших любимых зрителей с тем, что же происходит в российской анимации, к чему мы пришли, в какой манере снимаются фильмы, на какую тему снимаются фильмы. Потому что даже технологии сегодня настолько изменились по сравнению с тем, что было. В наш город мультфильмы приехали из Суздаля. В этом году там состоялся фестиваль анимационного кино. Участвовали в нем мультики российских и белорусских режиссеров. На этом фестивале была создана Федерация фонд анимационного кино. Теперь этот фонд будет способствовать развитию анимации в России. И в первую очередь пропаганде хорошего анимационного кино. И вот первая ласточка этого фонда – это показ фильмов Суздальского фестиваля в городах России. В нашем городе показ анимационных фильмов будет не только в рамках клуба «Киногурман». С 1 декабря в «Красногвардейце» стартует фестиваль современных отечественных мультфильмов. Показ будет как для самых маленьких, так и для взрослых. Ольга Шульга, Александр Штраух, Егор Игошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Это были новости пятницы. Во второй части программы «Неделя в Тагиле» после небольшого блока рекламы подведем итоги уходящей рабочей недели. Смотрите далее. «Неделя в Тагиле» глазами наших корреспондентов. Какие самые яркие события нашли отражение на телеэкране. «Коммунальный беспредел». Управляющие компании воруют деньги у жителей. Три уголовных дела возбуждены против тагильских УК. «Коммунальные войны» – тема недели. Стоит ли идти на непопулярную меру повышения ставок земельного налога? Программа «Тысяча дворов». Последует ли продолжение в рубрике «Прямая речь». Итоговое интервью с Сергеем Носовым. В эфире программа «Неделя в Тагиле» в студии Аллы Кузнецова. И Сергей Копылов. На какие еще события была богата уходящая рабочая неделя? Напомним прямо сейчас обзор главных тем недели. Благотворительная акция «100 рублей спасут жизнь» вышла за рамки соцсетей и состоялась в Нижнетагильском молодежном театре. Участницы клуба «Рукоделие» устроили фойе, выставку, ярмарку своих изделий. Все собранные средства пошли на лечение тяжелобольных детей. Границы народов стирают дети. В городском дворце молодежи прошел фестиваль национальных культур. Главные участники – юные тагильчане, представители разных диаспор. С детства учатся жить в мире. Судьбу бывшего клуба «Наутилус» решали во вторник тагильские чиновники. Заброшенное здание постепенно разрушается. В течение двух недель для помещения либо подберут арендатора, либо решат вопрос о дальнейшем его использовании. 1-1-2. Экстренные сообщения теперь принимает еще один телефонный номер в городе. Сообщить о пожаре, коммунальной аварии или любом другом ЧС можно, набрав 112. Телефон Единой службы спасения во вторник официально заработал в Тагиле. Произведение великих поэтов в оригинале. В Центральной городской библиотеке в течение трех дней шел конкурс чтецов на иностранных языках. Порядка 270 школьников с 5 по 11 класс блеснули знанием творчества иностранных авторов. Убийство по неосторожности. Молодая тагильчанка лишила жизни своего двухгодовалого сына. Женщина пыталась успокоить ребенка, встряхнула, мальчик ударился об угол дивана. Спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело. Право на жизнь в семье. Не отказываться от воспитания ребенка с синдромом Дауна призывают медики и общественники. Семинар для родителей солнечных малышей прошел в тренатальном центре в среду. Весь город на ноги подняли сбежавшие из дома подростки. Четверо кадетов не вернулись домой после уроков. Их искали всю ночь. В четверг дети объявились сами. Инспекторы по делам несовершеннолетних разбираются в истории побега. Сто метров без табака. За соблюдением закона о запрете на продажу сигарет у школ следят представители городского родительского комитета. В четверг они составили очередной акт на магазин «Пятерочка» на улице энтузиастов около четвертой школы. Еще одна студия творческого развития откроется в Тагиле. На этот раз в 39-м лицее. Руководить ей будет актер Константин Хабенский. Накануне он встретился с юными талантами, а также навестил своих воспитанников в шестой школе. Там его студия работает в течение года. Одним из самых обсуждаемых событий недели стали уголовные дела против управляющих компаний. По версии следствия, недобросовестные коммунальщики украли у жителей миллионы. Похоже, в городе начались коммунальные войны. Недавняя прокурорская проверка показала. В период с сентября 2009 по март 2011 года УК «Стройсервис» практически обворовывала жителей. Коммунальщики взимали плату с жильцов, исходя из расходов потребления. А с ресурсоснабжающей организации «Тагилэнерго» рассчитывались, исходя из показаний приборов учета. В результате этого жители порядка 40 домов переплатили недобросовестной управляющей компании за услуги по предоставлению горячего водоснабжения и тепловой энергии более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. И стоит отметить, это не единственное уголовное дело против управляющей компании в нашем городе. Мы решили разобраться в ситуации мнения сторон коммунальщиков, жителей прокуратуры. В специальном репортаже в рубрике «Тема недели». Жалобы в различные станции на управляющую компанию «Стройсервис» начали поступать в начале 2011-го. Жители домов, обслуживаемых этой организацией, обнаружили в своих платежках новые ставки платы за жилищные услуги. Роспотребнадзор по поручению прокуратуры организовал проверку. Нарушения обнаружились сразу же. «Были выявлены суммы. Общая сумма была, к примеру, общий счет потребителей за отопление горячего водоснабжения за два года было в размере 3 миллиона 799 тысяч. По холодной воде, холодного водоснабжения и водоотведения 213 тысяч. И второй состав правонарушения был обнаружен. Это предусмотрено частью первой статьи 14.8 Отместительного кодекса. Нарушены права потребителя на получение необходимой достоверной информации о работе обезгодовителя-продавце». Прокуратурой были вынесены представления об исправлении нарушений, которые не были удовлетворены. После по поручению прокуратуры области провели очередную проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» в особо крупном размере. В течение почти трех лет жильцы о махинациях управляющей компании и не подозревали. «Написали, мы заплатили, а там много ли, мало ли мы в этом, на нам, как говорили». «Смотрела, что-то, конечно, многовато по платежкам». Почти три года стройсервис взымал плату с жильцов, исходя из расходов потребления, а с ресурсоснабжающей организацией «Тагилэнерго» рассчитывался, исходя из показаний приборов учета. Объясняют свои действия в компании просто, никак иначе взымать плату с жильцов они не могли. «Приборы учета, установленные на этих домах, установленные согласно техническим условиям, оптогилэнерго. Данные приборы учета не разделяют потребленный ресурс на горячую воду и отопление, а дают лишь суммарный объем. Поэтому начислять по этим приборам учетом не представляется возможность, иначе бы мы за отопление брали бы жителей в разы больше». Теперь, когда нехорошая история получила огласку, руководство стройсервиса обязуется возвратить жителям все незаконно взятое, но только после вынесения вердикта суда. «Денежные средства, которые лежат на расчетных счетах, начисляющие организации не потрачены, они никуда не использованы и лежат до сих пор на расчетных счетах. И, конечно, в любом случае они будут возвращены жителям только после того, как мы получим разъяснение, по какой методике есть им сделать перерасчет». За потерю доверия горожан управляющие компании не беспокоятся. Говорят, уровень обслуживания и доброе имя компании сыграют свою роль. Уголовное дело против стройсервиса продолжают расследовать в следственном управлении полиции. Удастся ли коммунальщикам выйти с сухими из воды? Будем держать вас в курсе событий. «Да, действительно, коммунальные проблемы – это насущная тема. Я думаю, что огласке придается только малая часть подобных дел. Видим мы только верхушку айсберга». «Действительно, двойные платежки, ветхое жилье, да и в целом ворох проблем. Часто ли приходится сталкиваться с какими-либо коммунальными проблемами и именно с управляющими компаниями, мы решили спросить у тагильчан». «Были в управляющей компании очень даже конфликтные ситуации, которая практически ничего не делала для ремонта общего домомолова, вообще какого-либо ремонта». «Мы вот сейчас перешли в другую управляющую компанию, так и у нас компания была от теплотехник. Особой работы от них мы не видели». «Вроде собираемся менять компанию, так как практически ничего не делается». «Дом переходит из одной управляющей компании в другую, и начинаются приходить две платежки, каждый требует определенных обязанностей от управляющей компании. Естественно, начинаются споры. На Гальянке такой дом есть замечательный, не буду называть какой. До сих пор эти споры идут уже года два». «Были двойные квитанции, как и везде, и всюду. Оплата очень высокая, да. Такое ощущение, что мы в подъездах, в подвалах живем, а не в квартирах». Жилищно-коммунальное хозяйство – больная тема не только в Нижнем Тагиле. И чтобы навести порядок в этой сфере, пожалуй, понадобятся годы, а еще и, наверное, новый подход. Да, тема вечная, но, к счастью, тагильчан волнует не только жилищно-коммунальное хозяйство. Администрация города, к примеру, предлагает увеличить земельный налог. Депутаты против. Губернатор области требует ликвидировать дефицит мест в детских садах к 2016 году. Как с этим справиться на местах муниципалитеты, пока непонятно. А вот об этом лучше спросить у главы города Сергея Носова. Я уступаю ему место в студию. Рубрика «Прямая речь» буквально через минуту. Не переключайтесь. Программа «Неделя в Тагиле» продолжается. И по традиции по пятницам мы подводим итоги уходящей рабочей недели в беседе с главой города Нижний Тагил Сергеем Носовым. Добрый вечер, Сергей Константинович. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Константинович, начнем с одного из актуальных вопросов. Сейчас идет напряженная работа над бюджетом города на следующий 2013 год. Казна Нижнего Тагила всегда была скромной, но вы не раз говорили о том, что город Трудяга должен жить достойно. Какие пути увеличения бюджета вы видите? Ну, во-первых, пополнение бюджета должно идти со всех уровней. Одно из направлений – это пополнение за счет тех резервов, которые у нас есть. Это в том числе и в продаже земли, это и в продаже зданий, то есть приватизации программы. Только, я думаю, у нас очень большие резервы сегодня по цене. Кому-то нравится, это кому-то не нравится, но факты говорят о том, что мы не дорабатывали очень серьезно в этих вопросах, и реально стоимость была гораздо выше. Я уже об этом говорил, по-моему, в прошлой передаче. Поэтому это одно направление. Второе направление – это увеличение ответственности за нарушение условий проживания на территории города. Это мы говорили про управляющих компаний, которые должны выполнять правила и законы Российской Федерации. И такие возможности сегодня есть. И эта информация также есть на сайтах, в том числе Минрегионразвития. Это и административные штрафы за нарушение правил торговли, правил общественного порядка на территории города. Здесь, я думаю, приятное с полезным можно совместить. И, еще раз повторяю, и наведение порядка, и пополнение городской казны. Вот, например, только что мне докладывали утром на аппаратный, что ловят газели или ловят машины, которые несанкционированы, сбрасывают мусор. Ну, а штрафовать их нормально нельзя сегодня. И вот этот парадокс, в том числе беспомощный, зачастую, в вопросах пополнения бюджета, она, на мой взгляд, недопустима, особенно перед теми проблемами, которые стоят у Нижнего Тагила, в сферах улучшения качества жизни. Есть еще определенный спектр налоговых отчислений. Это тоже источник пополнения бюджета. То есть все вот эти способы уже собираетесь реализовать в следующем году? Или что-то на перспективу? Здесь следующее, значит, надо понимать, значит, так устроен налоговый кодекс Российской Федерации, что порядок интересен нам здесь, ну, опять же, нарушение за свалки мусора, не санкционированный, а штрафы уходят в регион или в федерацию. Полный парадокс. Значит, мы намерили, уже я в густных беседах, эта инициатива была поддержана, но вот мы обговорим, наверное, буквально на следующей неделе, с какой инициативой мы все-таки уже или законодательной, или просто обращением, значит, официального обращения будем выходить, для того, чтобы увидеть механизмы поступления этих средств на наши счета, чтобы именно этот сбор или эти сборы работали, в том числе на улучшение обстановки в городе. Так что будем еще работать. На заседаниях комиссии Думы шел вопрос о повышении ставок земельного налога, и причем депутаты предложения администрации города о повышении не поддержали. Вы выслушали их аргументы, которые они привели, да, против, согласны ли с этим? Ну, знаете, значит, с этим вопросом нужно разбираться, значит, и дело не в том, что поддержал кто-то что-то или не поддержал, я считаю, это наше общее дело. Значит, я поздравлял с 225-летием Думу Екатеринбургскую неделю назад, и мне очень понравилось выступление Чернецкого, Аркадия Михайловича, который один созыв, значит, вместе с ними, даже одно время руководил, одновременно являясь главой города, что эта ответственность перед городом иногда поддержать не самые популярные меры, когда городу грозят финансовые проблемы. И это первое. А второе, значит, это рабочие документы, рабочие предложения, и, значит, я сразу предложил депутатам на рабочей комиссии, или в рабочем порядке согласовать каждый налог в отдельности. Дело в том, что налогом, кодексом установлены предельные ставки, в том числе минимальные ставки. И в Тагиле эти ставки ниже, раза в три, а то и в десять раз ниже, чем установлены налоговым кодексом Российской Федерации. И объяснять в этом случае, это могут быть не самые большие деньги, но объяснять в этом случае, почему Тагилу нужно помогать, помогать, значит, субсидиями, потому что Тагил не только рабочий город, но Тагил полностью исчерпал те возможности, предусмотренные российским законодательством. Это тоже аргумент очень серьезный. И им надо пользоваться, потому что его используют против нас сегодня при решении вопросов о наполнении городского бюджета. Ну, этот вопрос будет вынесен на заседание Думы, да, еще? Ну, здесь сразу могу сказать, понимаете, когда говорят про общественные бани, значит, я с этим согласен. У нас реально общественных бань пять, а вот бань, работающих 24 часа в сутки, 25. Значит, мы... О каких банях идет речь, надо же на что же делить, и надо с этим разбираться, или во всяком случае менять название. Досуговые, центры там. СПА-салоны, я не знаю, как это может быть, как может по-разному называться. Но нужно это хорошо разделять. Вопросы к учреждению здравоохранения, понимаете? У нас практически все здравоохранение передано в область. И налоги мы поднимаем для регионального бюджета. Это как раз то поступление, которое может и должно быть из области. Но под это определение попадают и отдельные СПА-салоны частные. Я согласен с этим. Я смотрел, в этих салонах работают один-два человека. Это тоже наши тагильчане. Но надо не забывать тот объем, который должен прийти извне. То есть надо подходить не с точки зрения частной лавочки, как говорится, а с точки зрения все-таки общей пользы для бюджета. Вот это важно. Во время прошлого эфира вы говорили о проблемах, которые есть в сельских населенных пунктах. Вы эти проблемы сами видели во время объезда территории. Затем в мэрии прошло большое совещание по этому вопросу. Селу нужны деньги, но насколько они сейчас эффективно расходуются? Ну, туда идут не самые большие деньги. Поэтому там очень сложно даже эффективно расценивать. В общем, село выживает. И мы тагильчане, значит, не можем это не видеть, потому что так или иначе с этими сельскими населенными пунктами связаны наш досуг и наш отдых и зимой, и летом. И я думаю, они у всех на глазах, и они поэтому нам должны понятны быть и близки. Это будущее, в том числе, если хотите, развитие Тагила, без этого уже Тагила обойтись не сможет. И мы определили, значит, пять, наверное, основных вопросов по каждому пункту, населенному пункту, который существует. И за их выполнением, за их реализацией будем следить. Это требует не самых больших денег, но эти деньги необходимо выделить. Я думаю, проще их выделить, и они помогут решить большие, много проблем, чем, значит, экономить копейки здесь, и иметь серьезные проблемы, в том числе, в личном плане, у тагильчан. Ну и к другой теме. Губернатор Свердловской области Евгений Куевышев поставил для муниципалитетов области задачу ликвидировать дефицит мест в детских садах до 2016 года. По этому поводу прошла видеоконференция. Какие пути решения вы видите в Нижнем Тагиле? Вот решение этой проблемы. Вы знаете, значит, пути решения, наверное, есть, вроде они понятны. Сейчас активно пропагандируются садики на 270 мест. Значит, ну, это, может быть, будет кому-то интересно. Тагил, который по площади сегодня, один из самых больших городов России, по площади, за счет присоединенных территорий, не может найти места для строительства таких крупных садиков. Мы с трудом нашли одно место сегодня в городе. Все, что было когда-то запроектировано и заложено в городе при строительстве Гальяна-Горбуновского массива, к примеру, сегодня занято или стоянками, или гаражами. И это, значит, наша проблема, наш парадокс. Значит, опять же, при наличии земли мы фактически с большим трудом можем разместить объекты. А нам, таких садников, чтобы решить проблему, нужно 10 штук. У нас очередь там практически 6 тысяч человек, из них 3 тысячи уже вступили в этот период, когда могут посещать дошкольные учреждения или садики. Разместить проблему сегодня. Я могу добавить, мы сейчас смотрим по строительству жилья и так далее и тому подобное. Многоэтажное строительство размещать практически нигде не осталось. Частное строительство, вот сегодня тоже разбирали вопрос по газификации. Да, мы планируем года за 3 закончить газификацию в городе Нижний Тагил. Но всплывает другая проблема. Изношенные электросети или их отсутствие сетей на частный сектор. И любой сбой в работе приводит к остановке котла, работающего на газу. Приводит к тому, что люди рискуют померзнуть в домах и нам нужно будет просто буквально сегодня ночь продолжали принимать аварийные меры по старателю и по ключикам. Это тоже такая проблема, структурная, инфраструктурная проблема, с которой город сталкивается и столкнется в будущем. Но ее надо как бы понимать, весь ее масштаб и объем, и тогда будет ясно, как ее решать. Получается, что на сегодняшний день основная проблема это отсутствие земельных участков под строительство и садов. По программе, которая нам ставила область или задачу и то, что обещала область, мы нашли на данный момент варианты. Но в целом даже просто масштаб. Нам нужно 10 таких садиков, а разместить их пока даже не представляется возможным. Почему? Потому что такие большие садики раньше в городе Нижнем Тагиле не практиковались, не существовали. А эти проекты становятся 130 мест, они становятся не актуальными, потому что они вроде как экономически хуже выглядят или имеют худшие показатели. Вот в этом наша проблема, кстати, сегодня. И это она объективна. Я надеюсь, что товарищ Солтес, главный начальник архитектурного управления, сможет найти вместе со своими коллегами решение этого. Но вот мы смотрели и застройку на Муринских прудах. Сейчас Александровский будем смотреть. Вот буквально сейчас состоится совещание с руководством академического района застройки в Екатеринбурге. Детские садики приоритет. У нас даже больше в них потребностей, чем в школах сегодня. Это факт. И следующий вопрос волнует многих. Тагильчан и к нам в редакцию поступают звонки. Это программа «Тысяча дворов». С этой программы, честно говоря, Нижний Тагил прославился в кавычках на всю область. Вы планируете продолжать эту программу в следующем году? Тысяча дворов, десять тысяч дворов, значит, или такая программа Тагилу архи нужна. К сожалению, она на следующий год не планируется в целом по области. Значит, появляются другие программы, другие красивые названия, но комплексное благоустройство дворовых территорий. Значит, приведение жилого фонда в порядок и, я бы сказал, ремонт жилого фонда. Это не аварийно, а просто ремонт жилого фонда, который сегодня не могут себе позволить ни жители, ни управляющие компании. Дворовые проезды это нужно обязательно делать. И в «Тысяча дворов» программа была на область. Так вот, «Тысяча дворов» должна быть на один нижний Тагил по объему. И мы, конечно, будем ставить вопрос буквально в понедельник, а что делать, потому что в принципе, программа закончилась, забудьте, Тагил точно не устраивает. Будем искать средства. То есть, ждете средства из области в рамках софинансирования. В рамках софинансирования и будем сами, значит, изыскывать средства. Значит, есть идея там все-таки как механизма реализации системы финансирования, городских программ. Сейчас во всех городах, крупных городах создаются компании или корпорации стратегического развития. я думаю, такая нужна и в Нижнем Тагиле. То, значит, на Салду работает, а на Нижний Тагил такая схема финансирования не работает. Я думаю, это наши резервы в том числе. Мы будем искать. Но, понимаете, у меня сейчас есть желание деньги в кулак собрать. Кто что обещает и кто когда реальность сделает, жизнь покажет. Дело в том, что пока не будет принят областной бюджет, реальные программы, реальное софинансирование области говорить сложно. Пока обещание. Потом, значит, в первом квартале ожидаются дополнительные трансферты. Каким реальным маневром средств мы сможем обладать, еще раз повторю, пока сказать сложно. Поэтому пока собираем силы в кулак для того, чтобы определить, где то самое важное направление, чтобы вкладывать средства. Тысячу дворов, тысячу дворов, значит, дороги, дороги. Ну, наверное, вот эти самые важные направления будут определены на выездном заседании правительства Свердловской области, которое пройдет на следующей неделе в Нижнем Тагиле. С какими предложениями? мы о них будем говорить, а будет ли определено финансирование, и еще раз, зависит от тех источников финансирования, которые будут также, или должны будут также быть определены. пока этого нету, это все пока, опять же, обещание. Ну, мы верим. Но если выездное заседание проводится, значит, Нижнему Тагилу все-таки какое-то особое внимание уделяется областными властями, как вы считаете? Наверное, да. Сергей Константинович, я вижу, у вас письмо лежит, да, от какого-то тагильчанина, может быть? Нет, от тагильчанки. От тагильчанки, это насколько важно в эфире его зачитать и осветить? Нет, просто могу передать, пользуясь случаем. Кузнецова Наталья Васильевна, значит, инвалид второй группы, спрашивает меня, значит, про очки волшебные, значит, и просит, где можно найти такие, значит, но я знаю, что они не продаются, я их не встречал, значит, но обещаю к Новому году такой подарок для нее сделать, раз ей очень понравились, ну и, наверное, себя лично, как от человека, не как от мэра, как от человека. Спасибо, Сергей Константинович, будем рады вас видеть в следующую пятницу, а впереди у нас новости спорта после небольшого блока рекламы, не переключайтесь. До свидания. Тагильские встречи ставят очередной рекорд. В Нижнетагильском металлургфоруме несколько часов назад завершился традиционный 34-й по счету региональный турнир по художественной гимнастике «Тагильские встречи». В этом году в Нижний Тагил съехались более 350 спортсменок из всех спортивных школ не только Свердловской области, но и Новосибирска, Снежинска и Перми. Как рассказали нам организаторы, наш город на соревнованиях представляли три школы художественной гимнастики, почти треть от общего количества участников. В оргкомитете надеются, что заданная планка по числу приехавших спортсменов будет ориентиром на следующий год, когда лучшие художественные гимнастки соберутся на Тагильские встречи. О том, какой целью досталась победа девочкам с лентами, булавами и обручами, узнаете в понедельник в это же время. Зимний сезон на Белой стартует в эти выходные. Две горнолыжные трассы, учебную и спортивную уже подготовили для лыжников и сноубордистов. В воскресенье, 25 ноября, на ГЛК Гора Белая состоится торжественное открытие зимнего сезона. С 10 до 12 часов подъемник будет бесплатно поднимать всех желающих на вершину горы. Тем же, кто не чувствует уверенности в своих силах и еще не бороздит снежные склоны, можно будет покататься на коньках. Для этого залили большой корт. В день открытия все желающие также смогут покататься на лошадях и принять участие в розыгрыше подарков. Подробности можно узнать по телефону 48-56-19. С новостями спорта Александр Сальников, Александр Штраух, Егор Егошин специально для «Недели в Тагиле». Неделя в Тагиле подходит к концу. А мы напоминаем, вы можете стать соавтором наших новостей. Если стали очевидцем уникального или злободневного события, а может успели снять происходящее на видеокамеру, звоните нам телефон редакции 4195-51. Ваших сообщений ждем и по электронному адресу www.tagiltv.ru А служба информации прощается с вами до понедельника. Хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»!